Здравствуйте! Меня зовут Крюшнякина Дарья. Мне 10 лет. Центр развития детей и молодежи номер 3, города Баку, детский театр Чичаим, в переводе «Мой цветочек». Сегодня я вам прочту стихотворение «Цветок прощения». Автор стихотворения Михаил Козубовский. В белоснежном платье, как снежинка, то ли в гости, то ли в отчий дом, шла девчонка, вьющейся тропинкой, и несла букет живых цветов. Стройная, как тополь серебристый, весела, как звонкий ручеек, что-то нежные шептали листья, улыбался каждый лепесток. Гладили кудрявую головку солнышко волшебные лучи, а она, счастливая девчонка, целовала розы-лепестки. И в глазах лучайшихся росинках полыхала цветью неба синь. И вот-вот казалось, что пушинкой вдруг взлетит над шелестом осин. Шла и пела голосом счастливым, вторила и музыка весны. И кругом светлее становилась от сверкавшей платья белизны. Что-то замаячила в сторонке, и жестоко брошенной рукой к платью белоснежному девчонке вдруг прилип с травой грязный ком. Словно ничего не понимая, девочка рассматривала грязь. И мальчишка, руки потирая, нагло улыбался, щуря глаз. Не сплакнула, не назвала хамом гордого виновника в ответ, а с улыбкой светлой хулигану бросила душистый свой букет. И мотнув короткой рыжей стрижкой, сердце есть у озорника. Убежал пристыженный мальчишка с пересохшей грязью на руках. Если злые люди в вашей жизни вдруг оставят грязные следы, вы, подобно девочке-снежинке, бросите в них прощение цветы.